Всем привет! Сегодня мы поиграем в игру Droid Machine 2. Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на... Ааа, ненавижу эту хрень! Погнали машины строить! Седьмой этап несет нам вот такую вот, смотри, пасть, в которой зажатая палка. Если мы нажимаем на симуляцию, у нас желтый шарик падает, а эта палка начинает судорожно истерить. Мы можем вот эту вот палку, которая падает, использовать в своих не особо корыстных целях. Нам нужно шар сквозь вот эту вот палку как-то протащить, но эта палка закрывает нам проход к кубику, и поэтому надо его затолкать вот в эту вот прорезь. Вот сюда ее затолкать надо сперва. И выделили нам огромную область. И зачем нам огромная область? Кстати, подожди. Если мы вот сюда поставим шар, он у нас куда поедет? Он у нас внутрь поедет. А, так все просто. Смотри, мы делаем двухшарнирное сопротивление между собой. Если мы вот тут вот зацепим вот так вот, или вот так вот, или вот так, ослабим, нажмем. Я уже прошел уровень, можно сказать. Теперь нам надо всего лишь как-то вот задать механик. Механику вот этому вот шарику как-то надо нам придумать. Давай сделаем вот ему вот здесь вот платформу вот такую вот. Где он у нас... Кстати, а может его с разгона туда запустить? Я боюсь, что мы на этом потратим очень много деталек. Ну, то есть ты меня понял. Мы сделаем какую-то такую горку интересную, да? Типа вот отсюда. И как-нибудь на скорости запустим шарик, чтобы он туда просто скатился. Да нет, это вообще легко будет тогда. Тут зацеп... Нет, надо ниже, ниже. Надо, чтобы еще и скачков не было у нас каких-то. И вот тут зацепим. Горку сделаем длиннее, естественно. Между собой сомкнем. Тут куда-нибудь прилепим. Где-нибудь запустим шарик. Вот я не знаю, надо как-то еще регулировать будет. Причем, обрати внимание, что высоту взмаха вот этого вот штуковины мы можем регулировать даже. Да, 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 это рабочий механизм. Двигая вот эту вот штуку, мы можем регулировать, насколько она интенсивно у нас будет покачиваться. То есть ближе ставим, она будет меньше опускаться, будет выше. Поставим дальше, она будет ниже падать, да? Нормально регулировать можно. Но шарик надо ускорить. То есть мы сейчас вот прям углы... Ну вот это регулировка, опять у нас начинается регулировка. Это опять надолго, наверное, а может и нет. Тут выше, тут круче. Давай его разгоним, чтобы у меня с первого раза получилось. И прям максимально быстро у меня была такая вот, вот именно. Вот все прям очень быстро, чтобы произошло. Ну вот так вот, например. Ну давай, ну давай, проверим. Ну что это будет такое? Вот он вниз опустился. И чтобы... Ой, слишком низко. И чтобы он на подъеме его закинул туда. Ага. Тупо регулируем сейчас. Сейчас отрегулирую, я вам все покажу. Ну короче. Вот, видишь? Слишком, слишком быстро поднялась. Значит мы ее отодвинем еще чуть-чуть. Вот так. Ну это долго сейчас. Сейчас регулировка будет долгая. Ну катится он хорошо. Он прям... Давай туда прям. Опа. Ах ты засранка. По идее вот здесь вот можно еще груз придать, да? Тогда у нас немножко амплитуда у нас будет другая немножко. Ну вот сейчас груз надо будет регулировать. Вот он опустил. Он его поднять не смог просто у нее... То, что вот этот вот шар вот тут вот, он как мандовожка такой вращается, это тоже можно как-то в своих целях исп... А у меня... Так. Смотрим, как работает механизм. А что тут кто-то заморачивается? Что-то еще строят, наверное, да? 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 Запрыгнул. Флагбаум поднялся. Две тысячи семьсот тридцать семь. Если на запчастах поэкономить и лучше подогнать, ну три тысячи, наверное, тут не получится. Ладно, сойдет. Здесь у нас чего? У нас здесь градусник. У нас здесь вот есть шар внизу вот такой вот, да? Видишь, да, где шар? Видишь? А я тебе его увеличу, чтобы ты его лучше видел. Нам его надо поднять наверх. Вот его вот сюда поднять и вот отсюда его вниз вот скинуть. Не понял, а что это у нас такое в последнем этапе-то у нас происходит? Что за фигня? Я построю клипсу, обратную клипсу. Ну, в смысле, свою любимую машину. Как бы. И она у меня все пройдет. Типа вот раз колесо вот так вот копируем. Два, копируем, три. Расставим колеса как-нибудь. Шар должен быть у нас типа впереди. Я, кстати, придумал охрененный механизм. Ага. Шар будет... Все, все, я все решил. Я все решил, я все придумал. Сделаем машину. Вращение влево, вращение влево. Цепляем на палку. Вот надо бы, чтобы этот шарик бы, по идее, был вот и повыше. Потому что я хочу вот этим шариком кидать желтый шарик. Толкать. Когда мы вот эту штуку... Вот эту штуку мы видели. Мы ее вот так вот опустим чуть-чуть. Шар наш прикрутим вот такой вот штуковиной. Сделаем вращение в правую сторону. Здесь вращение в левую сторону. Но шар будет падать, если мы запустим симуляцию. Чтобы шар не падал, мы сделаем, знаешь, что? Мы сделаем еще здесь маленький шарик вот такой. Желательно шарик. Делай шарик, если что. Непонятно любой ситуации, делай всегда шарик. И вот так вот прицепим. Здесь вот ослабим. Чтобы шарик... Просто, чтобы не падал. И все, это все, чем нам надо. Не поехал вниз. А что ты падаешь-то? Я не понял. Это получается, нам надо сделать побольше, наверное, колеса вот эти вот, да? Чтобы вот эта вот штука у нас была поближе. Блин, ну это лишний вес. А, вот тут вот надо было еще вращение добавить. Тогда шарик прижмется. А что нам это, да? Ну давай попробуем. Раз. Это влево. Влево вот так вот, да? Ну-ка, play. Да, вот он поехал. Ну, скорость разная теперь, да? Потому что колеса там... Ну, это я накосячил. Накосячил. Сейчас посмотрим на результат, кстати. Просто машина поднимается. Я планирую, чтобы вот это вот колесо его толкнуло потом в конце. Вот так вот. Оп. Не хватило сил. Регулируем. То есть нам, если ее сделать немножко покруче, тогда он толкнет ее как будто бы дальше, да? Но не поднимается. Можно, кстати, помочь вращением вот этой штуки. Сделать вращение, если против часовой, то он еще будет помогать желтым шаром. Да, да, да. Смотри, сам желтый шар помогает подниматься, но это медленно. Это жесть, как медленно. Во, вроде бы нашел правильное место. Чуть-чуть вот просто перецепил вот выше вот эту штангу, у которой, ну, второе дополнительное колесо, которое шар толкает. И вроде бы он как бы поехал, и вроде бы не буксует. Главное, чтобы они не буксовали, тогда у нас скорость будет хорошая. Так. И опа, его туда. Нет. Во, идеальный баланс как будто бы найден. Но только он работает немножко, смотри, о. Она перезащелкнулась как-то. Ну ничего, смотри, он едет. Быстро едет, главное, не останавливается. Я еще, правда, не знаю, какой тут нормальный итог результата, но, но, сейчас посмотрим. Оп. Смотри, как хорошо. Быстро дотолкнул. Все, шар падает. Машина там что-то заклинила. Три тысячи триста шестьдесят пять. Не, вот это нормально. Три тысячи четыреста. Это че, это хороший результат. Колеса уменьшишь, она будет ехать медленнее. Но сейчас она не буксовала, она просто ехала и четко закинула. Три тысячи триста шестьдесят пять. Оставляем, фиксируем. Свои результаты пишите. Немного информации. Полезный, правдивый, хрен его знает. Если капнуть на скорпиона алкоголем, он тут же сойдет с ума и ужалит себя до смерти. Во сне вы сжигаете больше калорий, чем при просмотре телевизора. Гудки большинства американских машин звучат в тональности фа-мажор. А я, кстати, раньше по телефону гитару настраивал, не помню, только что за нота была. Ми-ли-фа-ля. Это что у них там происходит? Объем Луны равен объему Тихого океана. И из полезного. Если крокодилу нажать на глаза, он разожмет челюсть. Ну а девятый уровень у нас не влазит в карту. Смотри. Слева, вон там, надо мной, вот наверху, машинка. Мы нажимаем симуляцию, машинка начинает падать. Машинка, смотри, что творит. Опа! И полетела такая. И уехала куда-то. Понимаешь? А шарик-то он, вот он стоит. Вот он стоит, да? Вот на палке, вот на этой. И нам надо этот шарик совокупить вон с той машиной. Вот с этой машиной. А площадь нам нарисовали. Ой, какую страшную и большую. Вообще, как бы думать-то тут и неохота. Тут как бы, ну мы его просто столкнем шарик, и он на нее упадет просто вовремя, наверное, как-то, да? И все. Давай построим вот здесь где-то шар. Мы так прикинем, чтобы этот шар был вот над этой штукой. Вот над этим вот углом. Вот над этим вот углом. Чтоб нам было где фиксироваться. А вверх вот этот вот, ну это все, да, да, это чтобы длина была. Здесь мы построим такую вот фигню. Вот такую, я сказал, фигню мы построим. А потом еще построим вот такую фигню. Ты понял, да? Чтоб она не уезжала. Мы ее скрепим. И шар там мы к ней прикрепим. Но у нас высоты-то тут не хватит. Ну вертикально получается. Смотри, я прям центр угадал. Не хватает высоты, но мы удлиним, ничего страшного. Просто, в принципе, вот это вот и вся моя творческая задумка. Вот здесь вот мы ему дадим вращение. Здесь прикрепим палку, чтобы ты понял, чтобы размах был. Мы еще и на этом сэкономим тут, короче. Вот этот будет у нас вот такой вот этот толкатель. Или как это назвать-то правильно? Все из головы вылетело уже. Ну так, отпустим, у нас ничего не получится. Тут, ну это понятно. О, как могло? Ну мы тогда вот здесь вот еще, отсюда вот протянем вот такую вот фигню вот сюда. Мы ее сделаем жестче вот тут. Не зацепилось. А ну и что? Стой, подожди. Подожди, нечаянно нажал. Ну и что, что не... Ага. Ну пусть зацепится. Это типа упор у нас такой качественный. И палку бы ее подлиннее бы, да? Ее, наверное, не достает у нас нифига просто. Вот так вот. Лишь бы размаха хватило, потому что силы мотора может не хватить. И... Может пусть она размахнется вниз. Вот в эту сторону побольше, типа. Чтоб она упала подальше, да. Во, во, вот. Я почти попал. Нужно, чтобы раньше ударило просто. Кто бы мог подумать, чтобы исход уровня мог зависеть от регулировки вот этой вот палки. Мы ее просто должны подрегулировать так, чтобы качнулась она правильно. И, кстати, надо укоротить ее, потому что удар был не очень хороший. Он такой... О! 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 3252! Хорош, хорош вообще. Но у нас какие-то все уровни в сплошном минимализме. Ну, с очками хорошими. Я не знаю. Но это хорошее должно быть время. По-любому все тут строят какие-нибудь опять сиськи, хериськи, цепи. Нет, ничего не надо. Вот такое вот и вот это да. Вот так вот мы одолели очередное трио уровней. И, как мне кажется, довольно креативными методами. Но это уже смотреть и судить вам. А у меня на этом все. Спасибо, что досмотрели до этого места, что оказали знаки внимания, написали комментарий. Ну и вы знаете, что там внизу под этими видео делать. А я пошел. До скорого.